будете присутствовать со мной хорошо это даже лучше будет будете а вы думаете я буду хулиганить ну на какой случае вы еще не доверяете вы думаете что я хулиган не вижу повода хулиганить или запланирована какая-то акция против меня не провокация будет не будет с вашей стороны по крайней мере точно да хорошо а то может сейчас работник аппарата суда что-то за ночь надумал хочу маска находитесь опять кто и что для себя странно то есть вам приятно дышать вот этим то что вас под носом происходит то есть вы обо мне заботитесь на себе спасибо за заботу то есть ваши коллеги получается не заботятся кто без маски получается да понятно а мне кажется просто каждый по-разному понимают заботу вы обо мне не заботитесь да ну выйти не надеваете маску почему это вопрос вот видите видите какое разное мнение у этого вашего коллеги значит правильно я самим полностью согласен и подстраиваться под других таких как я либо ваш коллега никому не стоит все правильно ну вот у нас чебис решил чтобы вы должны заботиться друг о друге надевая намордники что не согласны так а с ним не надо быть знакомым для того чтобы надевать намордник вы маленький я не маленький поверьте мне я гораздо больше какого-то чебиса поверьте он не в подметке не годится а вы маленький человек да да потому что вы по жизни маленькие будете всегда им маленьким да да чебис кто такой чебис он скажите кто это такой клерк завхоз его назначили работать а не раздавать медицинские справки налево и направо и указывать кому что носить просто когда вот вы говорите что вы не должны обо мне заботиться я вас больше за это уважаю чем ваш коллега говорит о том что он обо мне заботиться да ему глубоко наплевать на меня а делает он это только из-за трусости своей и уже по ходу дела по привычки вот он уважение у меня никакого нет но не получает а вам спасибо за прямоту ольга вы забыли сегодня бэджика бить я поговорила с председателем так подтвердила что действительно нет технической возможности пока но возможно этот вопрос будет решаться прекрасно бумажечку дадите бумажечку дадите ну документ о том что в суде нету технические возможности я тогда ее приложу к сонной жалобе о том что за скажем так за год это суде не нашлась техническая возможность не так вы напишите заявление чтобы мы дали бумагу я не имею волну мучить таких выдавать такие то есть вы отказываете я не отказываю не подождите для того чтобы получить эту бумагу у меня было написано заявление я вам открою секрет это заявление было написано еще и сизо я неоднократно пишу заявление прошу мне ознакомить прошу мне ознакомить 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 сколько вам надо бумажек написать я могу вам таки к мне это тоже не надо я раз написал я не попугай чтоб и там вот это одно и то же делать 1 2 3 10 конечно ну как минимум я ознакомлюсь с тем что у вас техническая возможность позволяет а дальше мы уже будем решать вопрос ну я не про сегодня у нас времени еще много я думаю что белозерская на всю жизнь запомнит и по себе да это ладно остальные мне не интересуют я постараюсь для нее сделать следующий год очень приятным чтобы она по его провела местах не столь отдаленных так где мои вот эти дела ну вот один дома я там на другом то а все вижу вот так ладно начнем тогда спал с конца наверное это у нас и это то не она там номер один написано не понимаю странно номер от сойдет 4 том теперь опять первый том пошел как это понять тут шестой том откуда я первый раз их вижу эти тома я не присутствовал в судебном заседании первый то смотрите опять то первый том это у вас выделенный материал копии материалов уголовного дела выделены на что-то обжаловали может постановление кое-то поэтому выделяли материал конечно еще чуть дальше буду не надо это я все понял это я как бы это на предварительном следствии я уже как бы фотографировал то есть мне нужно вот эти два тома и 5 так 1 2 3 4 5 не всего 7 томов должно быть так вы главное не потеряйте бумажки тут вчера была бумажка о том что я когда получил на руки где и вот ее здесь нету на руки получил я касацию имею право подавать в течение полугода с момента получения определения в деле была расписка но она не пришита не подшита была она просто так валялась просто мне удивляет тот факт почему материалы дела не подшиты я хочу продолжить с того момента где я остановился обязательно найдите расписку я как бы отфотографировал но в любом случае на же деле должна быть а вот она нашел смотрите я вот при вас ее покажу вот расписка ведь и дата я получил на все понятно вот это тоже было лежала вместе а подождите может случайно сложили просто не знаю да нет там нет 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 какой основател это один всего 7 томов значит должно быть 7 ну да он как бы закончился на половине а потом его начали уже в суде продолжать так 5 6 все получается все там 6 да это 7 но он как бы получается 1 всего получается 6 да это выделим материалом как считается все правильно 6 там у 7 до 6 всем 7 по количеству по наименованию 6 плюс 1 ну вроде да так так а если я за расписку переживаете давайте и вашим конечно ваши ваши эти да мне это все все равно потеряется но не потеряется можно куртку сниму тут что-то тут и жарю с вами у вас не короткий день до скольки то есть ну до беда значит надо успеть постараться можем в новом году вас не беспокоить или побеспокоить мне кажется буду вас очень беспокоить но не только по этому делу по другим делам думаю скоро вы меня здесь будет видеть часто я на вас такой пиар сделаю своих услуг смешно вчера специально в интернете смотрел как компактически вшиваются некоторые умудряются даже дыроколом диски протыкать и подшивать их дело над конечно же абсурд даже такие случаи есть я извиняюсь вас не знал слышал они поскать шестом из-за чего я могу коротко рассказать вообще суть дела смотрите я на тот момент ну и сейчас принципе занимался так называемой общественной деятельностью блогерской деятельностью связан ну связанной с защитой гражданских прав в частности сталкивался по просьбе скажем так жители города громадска с вопросами защиты прав потребителей когда у нас вели этот масочный режим некоторые магазины стали вольно трактовать законодательство российской федерации и отказывать покупателям на кассе в приеме оплаты то есть когда покупатель приходил магазин ну тратил там время выбирал продукты там и на кассу предъявлял им говорят мы вас деньги не возьмем то есть провоцировали людей на то чтобы они покупали там нагрузочку масочки они тогда были еще дорогие очень там по 100 рублей 5 штучек это потом они в цене упали так называемый бизнес как на пакетиках человек обычно покупает с продуктами также на масочках соответственно людей стало это как бы сильно возмущать начали ко мне обращаться я соответственно разные способы использовал для того чтобы скажем так убедить кассиров что они не правы что они занимаются самоуправством с точки зрения того человека который это вел да но с точки зрения законодательства нет я вам могу даже пояснить его я делал запросы в этот в местный нас роспотребнадзор то есть чебис когда издавал это 170 это ну там свое постановление о введении через черча на положение 47 pg который он через два дня отменил понимаете признал утратившим силу да то есть 4 апреля он его вел и 6 апреля он его отменил так вот в наше скажем так пропаганда сми очень громко кричали что чебис чебис вел режим повышенной готовности но все потом молчали о том что он своим постановлением 71 пг признал утратившим силу свое постановление введение режим повышенной готовности но и все последующие которым он носил изменения то есть юридически такого документа уже не существовало понимаете но появилось постановление правительства мурманской области 75 пп вот на которой все любят ссылаться в которые потом носились изменения но в чем фишка то в том что это правило которые утверждают поведение граждан в режиме повышенной готовности которого нету да да вот то есть как бы первый парадокс второй парадокс как можно продлить того чего нет вот скажите пожалуйста вот если в городе мурманске нет метро можно скажем так продлить какую-либо вид ветку битро ну то есть невозможно да так вот поставление 75 пп правительство мурманской области сказано о том что продлить режим повышенной готовности продлить того чего нет то есть это вот эта казуистика которая получается в силу огромной неграмотности либо умышленно это делать чтобы ввести людей заблуждение при этом остаться в стороне юридически чтобы не нести какую-либо ответственность потому что сейчас чипиш скажет ну а он со временем все равно бы ему придется отвечать за все что он сделал это дело только времени и судьям тоже придется отвечать и приставам те которые совершали это вообще мое хобби да вот но бизнесом я своим бизнесом занимался то есть экспорты ну раньше я юридическим бизнесом занимался нет в сфере экспресс-доставки биоматериалы я по области собирал биоматериал да там кровь и тому подобное и отправлял в санкт-петербург да ну соответственно там делали анализы и люди получали то есть ну достаточно такой дорогостоящий материал который нам ваши деньги стоит ну я работал с инвитро helix биотехмет ну то есть многое с кем я работал плюс у меня курьеры по мурманской области разносили квитанции жилищно коммунальные услуги там каждый месяц порядка 120 тысяч квитанции конечно остановился чувачок о чем вы говорите это все было очень сильно подорвано именно поэтому я это дело доведу до логического конца логический конец это будет знаете какой когда судья белозерская все не верят в это что да ну как это судью посадить да ну невозможно тебя сил не хватит поверьте у меня хватит вы просто не знаете только мамаев а те кто поинтересуется могу подсказать лет двадцать тому назад кольский районный суд можете оттуда выкопать и вы узнаете кто такой мамаев именно тогда я скажем так начал этим делом практик того практиковаться потому что я в свое время работал каскад серебрянской гэскол энерго гидроэлектростанция учился по направлению и после того как я окончил учебное заведение мне как бы была предложена работа не по специальности ну на определенных обещаниях соответствия со своей стороны все обещания выполнил руководитель не выполнил у нас возникла в конфликтной ситуации но на этой почве он меня так стать решил уволить вот уволил меня я два года судился и восстановился областной суд а я его уволил я его уволил я очень много директоров уволил меня потом очень сильно боялись мне никто никогда не трогал судьи кольского районного суда ко мне подходили жали руки и говорили что владимир владимирович если бы все были как вы мы бы жили совсем другой стороне они вынуждены уже были понимаете принять решение законное просто вынуждены были потому что когда областной суд тогда я еще верил справедливость в областной суд когда областной суд несколько раз отменил решение районного суда они просто вынуждены были удовлетворить мой иск да за два года они мне взыскали смешную сумму по моральному вреду там по-моему 10 тысяч такое ну смешно как бы я даже не стал это как бы оспарить это просто ну детский лепет потому что нервов было потрачено очень много но я взыскал скажем так очень большую денежную сумму это вынужденный прогул проценты проценты на процент он хочет сумасшедшие там индексации тому подобное еще по тем временам это что-то порядка полумиллиона это очень сумасшедшие деньги были и в когда это все длилось скажем так я нашел очень действенный метод как бороться с власть имущими с теми кто занимает определенные должностные места то есть у меня огромный опыт он работает и будет работать всегда я вам даже могу открыть он не секрет как бы я нем всегда как бы не стесняюсь говорить если образно выражаться берешь как можно больше в руки на букву г и бросаешь на вентилятор понимаете да вот единственный способ борьбы с такими людьми это огласка огласка и поверьте мне любой человек который занимает какую-то крутую должность он очень сильно боится ее потерять они более зависимы даже чем мы простые люди ну потому что знаете когда есть чего терять они дорожат этому это нам как бы так сказать кроме оковки терять нечего ну просто у каждого свои приоритеты допустим мне терять там какую-то зарплату до сумасшедшую не страшно потому что у у меня ее нету да есть небольшой ну я вам объясняю короче смысл в том что вот эти товарищи очень сильно этого боятся их их на их место всегда есть желающие понимаете в очередь стоят идет борьба драка не на жизнь я насмерть то есть вот на место директора всегда есть желающий который тайно либо явно хочет стать директором который подсиживает и так далее понимаете и нужно только создать условия когда скажем так некие товарищи сами станут на твою сторону то есть естественно как я мог сделать это кто это такой я маленький там человек как вот многие говорят что закончил учебное заведение студентом много амбиций там все такое вот благодаря вот этому вентилятору которую я использовал были люди которые поверили что ой смотрите какой упрямый настойный мой молодой человек а почему бы нам его не использовать для своих корыстных целей чтобы не убрать с одного места корнеева владимира сергеевича директора каскада серверянской гэс как бы плюс мы тут сами на него накопали накопаем плюс еще не 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 так крутой дядька я ему только могу спасибо сказать благодаря ему я думаю он может мне спасибо сказать да да прошел жизнью скорую школу и он как бы тоже на меня не в обиде уверена сто процентов потому что скажем так он тоже сделал определенные уроки что никогда нельзя недооценивать своего противника а он меня очень сильно недооценил вот это могу отдельно рассказать там вообще в чем сыр бортом это очень интересная история но смысл в том что вот получив такой опыт я его использую сейчас но тогда была одна ситуация сейчас другая ситуация сейчас у меня уже есть помимо скажем так юридического опыта которыми на тот момент не было его получал я приезжал на судебное заседание садился на скамейку у меня с двух сторон были учебники высотой ну вот так вот такая гора связь не все смеялись смеялись ну просто ржали когда остановился я там открывал ваша честь подождите листал там это я учася сейчас сейчас вам зачитаю вот но я же говорю что сначала было с мешки а потом подходили жали руку вот и в итоге получилось что я прошел школу юридическую и не просто изучил нормы права потому что нормы права изучить невозможно потому что одно дело написано другое дело правоприменительная практика как это толк это толковать ты можешь как угодно во первых я научился толк толковать то есть даже если какие-то дела проигрывал я всегда пытался встать на сторону того человека который мне отказывал ну там суда и ну обосновать то есть ну сказать что да вот на самом деле не понять его сторону а именно что вот раз он изгорелся таким образом сделать да значит он возможно прав может быть я на самом деле ошибались нет может быть я просто неправильно почему понимая какую-то норму права то есть любой человек читая определенную норму права может ее неправильно понимать вот далеко ходить не надо вот вас висит висят правила поведения в суде да вот там есть пункт 26 вот все же ссылались на него о том что ну без маски не мы тебе допускать не будем это же грубейшее нарушение там же не сказано там же сказано что если у человека есть признаки заболевания и он не прошел это проверку температуры он не допускается а то что он должен использовать средства защиты да но это не значит что не допускается максимум что может быть составлен протокол потом в установленном порядке рассмотрен протокол вынесено обвинительное там постановление либо оправдательное там замечание либо штраф то есть это никак не влияет на процесс участия подсудимого подсудимого в уголовном деле более того вот то что я участвовал не участвовал судебном заседании скажем так по инициативе судей белозерской это ее является грубейшим нарушением норм процентного права более того на тот момент когда она это уже вынесла уже состоялось решение третьего конституционного суда общей юрисдикции санкт-петербурге в котором суд высказался о том что как бы уголовно-процессуальный закон закон уголовный кодекс уголовный кодекс не предусматривает такую меру и такую обязанность как надевание намордников то есть это не предусмотрено более того суд должен обеспечить участие подсудимого в деле быть на самом деле ничто не мешало скажем так судьи обеспечить это участие в том числе заперев подсудимого в клетку не из решетки а из оргстекла ну знаете да есть такие ну то есть если вы что-то боитесь но сам парадокс что на всех судебных заседаниях которых было немало подсудимый участвовал и никогда ему не делались замечания и тут вдруг ни с того ни сего какая-то судья начинает делать замечания и ставить его участие в судебном заседании в зависимость от того в маске он или нет понимаете и дело в том что я не мог принципиально надеть эту маску почему потому что во первых это бы подорвало мой авторитет раз вы скажете когда я или уже вот потом сам принцип отказом судьи от судебной защиты подсудимому и отказ кассира принять оплату это настолько похожие то есть судья себя опустила до уровня работника магазина который грубо нарушает права потребителей ведь самое интересное найти в чем парадокс а знаете есть такое понятие высшая нормативные документы высшие юридические силы более того инструкции их это общение нормативно правовые документы мы живем в одной стране российской федерации должны скажем так выполнять законы этой законы понимаете вот и соответственно суд верховный уже после того как дело возбудили высказал свою позицию самое интересное он подтвердил статью 426 гражданского кодекса о том он тогда так оставим поставил вы здесь немножко мешает кому буду мешать отойду часто не мешаю как все разбежались кому я могу мешать вот кому только вам это чем разговорами со мной или вообще вообще давайте может быть вам подниму настроение давайте не отвлеченные поговорим какая тема вас интересует посаживайте за скамеечку посидите да я не хочу сидеть а ваш коллега не ходить со мной побеседовать на а чего не интересно да а чё-то такой перерыв и не могу понять у всех сразу же одея распорядок дня что у них совещание а им что на граждан наплевать мне никто не извещал о том что такие у них сам вот за сам батутчики будут ну в кавычках совещания так давайте как как мне к нему обратиться почему граждане которые пришли на ознакомление с материалами дела должны ждать пока у них там какие-то состоятся совещания нового тоже празднует наверно да да вы ни к чему не уполномочены есть такие правила в куске я с удовольствием ознакомлюсь где такие правила устал устраивается банту и посреди рабочего дня какую приемный покажите где там нет никого так чего ожидать нет никого кроме вас вот самое интересное в этом у неуполномоченный некомпетент и все остальное а вот такой вопрос вот когда вы человека не пускаете вам это дает указание непосредственно судья или это ваша инициатива но это ваша инициатива личная либо вам дает распоряжение кто-то говори говори я потом это использую вы не плохо знаете так поверхностно вы поверьте ту ситуацию когда меня не пропускали я все равно доведу неважно был бы был приказ судьи либо не был приказ меня не пускать да просто вы знаете что есть уголовная статья противодействия правосудию любыми способами с учетом использования должного положения там еще более серьезные статья мне нужно только одно отмена приговора все и она будет я в тот автоматом пойдете за белозерской все все пойдете да не верите за народ то не надо зависит отвечать народ еще вас отдельно оценит каждого каждого да и поверьте кара будет очень жесткая казалось бы там какой-то мелкий вопрос до масочки и тому подобное люди очень злые потому что в конечном дело то есть вопрос не в масках а в том унижении которому вы подвергали людей лично вы ничьи без там не еще кто-то лично вы потому что среди даже сотрудников полиции там других должностных лист всегда находились люди адекватные которые понимали что происходит стране и не делали того что делали некоторые товарищи крится дай вахтеру я не знаю власть он такого на чудит нас пол стороны вахтеров знание 0 зато амбиции и желание доминировать издеваться над людьми очень много почему потому что над ними это делают другие люди у нас не страна какой какие-то садомазохисты этаж как надо сдал заботиться о здоровье чтобы заставлять человека вопреки там медицинским заключением и тому подобное надевать что-то себе на лесу то что такое странное мышление я как бы знал что как бы у нас население ну не очень грамотно юридически и тому подобное но чтобы с таким столкнуться нет для меня небольшая неожиданность такой эксперимент был проведен вообще шедевр так время у нас 45 минут 11 посмотрим сколько у них будет совещания так а чё не идете вас позвали же на праздник но ведь попозже попозже к черту все тоже будете совещание делать слияние судебной власти с исполнительной вы знаете что коронавирус передается через пожатие перчатки нужно одевать так оденете попозже как то вы странно заботитесь о людях а вам надо чтобы сказали а если я вам скажу оденете а есть что не авторитет нет а правительство авторитет не знаете или просто привычка подчиняться ну хоть что-нибудь знаете вы на своем месте тогда знаете да здесь нужны такие которые ничего не знают приказы умеют только исполнять так вот если продолжать разговор да по поводу то что многие люди в силу отсутствие опыта не знают как трактовать нормы права ну как бы понимаете норма нормально это когда на кухне да а когда скажем так человек от которого зависит скажем так судьба других людей начинает трактовать определенные нормы так как он думает не так как она есть как она как он думает это у нас беда так вот верховный суд значит рассматривая исковое заявление там какой-то правозащитной организации которые обратились с просьбой признать незаконным письмо мин там промышленность ну письмо о том где было сказано что если покупатель не одевает маски то ему суд рассматривал ему мага на магазин пары отказать и верховный суд отказал и сам удовлетворение иска то есть для неопытного человека как бы понятно что вот люди обратились таким требованием и суд отказал они же не читают дословно что там написано что чего как вот и они как бы это принимают за монету плюс подключается пропаганда которая гласит о том что верховный суд подтвердил право скажем так магазинов отказывать покупателям если у них нет маски так называемое вранье происходит но если мы открываем решение суда верховного мы читаем и мы там видим написано с точностью да наоборот что сказал верховный суд он сказал что вы обжалуете документ который не является нормативно правовым документом письмо поэтому нету предмета спора связи с этим отказываем потому что данное письмо это мне мнение там какого-то человека который его там подписала то есть это не нормативно правовый документ у них не порождает ни прав ни обязанностей у граждан понимаете ну да ну а что делать этого человека если мы такое думаю распоряжение сейчас я вам скажу сейчас вам скажу вот и дальше суд верховный делает скажем так хорошую вещь он делает разъяснение потому что такие вопросы будут возникать неоднократно вот но просто многие люди же не могут дочитать до конца а там сказано следующее по сути вот все такие вот блогеры там правозащитники когда приходили в магазин да они ссылались в основном на статью 426 гражданского кодекса который говорит о том том что договор розочек купли-продажи публичный и скажем так не имеет права отказать приобретение там каких-то товаров только на основании того что там ну каким-то любым признакам то есть дискриминация вот это вот отказать незаконно нельзя так и смотрите в принципе можно было тогда этим на этой ссылаться общаясь со старшим вот я вам я вам рассказываю вот смотрите ведь в чем вся сложность в том что людей зомбировали путем пропаганды у нас население ленивая ленивая быдло это неплохое слово это посмотрите справочников что значит быдло это люди которые бесплакословно выполняют любое распоряжение даже незаконная скажем тех кто эти требуют распоряжение выполнять так вот люди не хотят вникать в ситуацию многие поверьте знают и 426 статью и знают что верховный суд именно так сказала или иначе и вы наверняка сейчас допустим если знали бы на тот момент у вас возникает вопрос а что мне делать от меня требуют точно так же в магазинах это типа кассиры говорят а что мне делать я кажется знаю я с вами полностью согласен да только знаете как они это стреляют они это делают вашими же руками потому что нет у вас не письменных приказов не распоряжение ничего нету вас только пугают пугают что мы вас уволим там тому подобное но понимаете одной знаете я не хочу смотреть как в других странах там как в китае там еще где-то я слава богу не там живу это одна ситуация не бы как бы со своей страной разобраться да и со своими гражданами чиновниками и тому подобное да да жил бы я в китае может быть я там уже давно повисел где-нибудь на эти или там да я слава богу еще живу стране где меня только посадили мне только посадили и я все-таки надеюсь что полтора года но в пересчете я в сизот сидел 10 месяцев поэтому я в колонии пробыл около месяца в себе же вот ну я на это шел осознанно как вот на эти многие нас право правозащитники идут осознанно знаю что их посадят возвращаются в россию тому подобное и осознанно это шел я вот неоднократно говорю что скорее всего я умышленно спровоцировал данную ситуацию и скажем так сдал дал им возможность против меня возбудить уголовное дело хотя я ничего не совершал то есть отсутствует само событие правонарушения знаете с моей стороны вот у меня два эпизода один эпизод где я взял просроченный творог с прилавка магазина ok просроченный творог и предъявил его на оплату очень долго я уговорил там граждане которые со мной пришли по их просьбе вообще посетил этот магазин чтобы так сказать довести до руководства магазина что они действуют неправильно но руководство магазина не тогда не полтора года спустя не до сих пор так и не выходят с гражданами по поводу пообщаться по данному вопросу все они скажем так вешают на охранников которые скажем так мягко выражаясь очень глупые и не знают законодательства и мне нужно знать потому что они им сказали делать так и так но в итоге в итоге меня из магазина выпустили ну как бы не задерживали я с товаром вышел агару раз вы отказываетесь принимать у меня оплату я тогда не озвучила то что творог просроченный почему потому что у меня было два скажем так развития события один момент если у меня берут оплату до затвора ну тогда я начинаю раскручивать тему продажи просрочки ну как знаете артем вольф есть такой блогер где действует ну короче вот два сюжета у меня было либо у меня отказываются принимать оплату ну в любом случае как бы сюжет для видеосъемки у меня есть вам отказали в оплате вы решили что значит я сделал я попросил вызвать полицию никто полицию естественно не вызывал и никогда не вызывают я на тот момент уже по городу мурманску был известен а вот я объясняю что ничем не помогла потому что полиция уже перестала приезжать услышав фамилию мамаев они просто не приезжали ну в крайнем случае приезжали то может быть через час через два то есть все это время я должен был стоять ждать и в итоге что приезжали я со своим товаром ну который не оплаченную но я который взял в магазине он уже бы не принадлежит сотрудниками полиции уезжал в отдел полиции где буквально я выходил из автомобиля подходил к окошку дежурного писал заявление сотрудников полиции о том что они превысили полномочия им не отпускали даже без составления протоколов конечно конечно нету оснований меня как-либо ограничивать ну если вы считаете что что нарушил там масочный режим то протокол составляется на месте понимаете там а то получается тут и и задержание доставление все это как бы незаконно вот и в итоге отправили в отдел только из-за того что вы отказались надеть маску в магазине и оплатить его или как или что нет оплатить товар здесь понимаете у меня было очень много эпизодов о том что приезжали сотрудники полиции если адекватный сотрудник полиции он там помогал убедить работника магазина возьмите оплату вам за ничего за это не будет и то есть некоторые работники магазина брали оплату то есть когда сотрудники полиции приезжают это у меня детский мир меня то есть все эти видео были выложены в социальной сети то есть все все уже наглядно видели как нужно действовать и что за это ничего не будет вот поэтому люди ко мне стали обращаться говорят вот и так мы не можем как ты пожалуйста посетите такой магазин ну доведи до них скажем так что что они не имеют права навязывать продажу таких намордников и отказывать приобретение других товаров только потому что как бы человек не хочет этого делать смотрите не обязательно быть быть в маске просто я не сталкивался по этим всяким обстоятельствам что я всегда с этой маской идет можно было бы что-то накинуть ту же самую футболку или смотрите или там на кассе принципиально нужно смотрите знаете в чем фишка о том что существует такой человек по фамилии мамаев знали все магазины города мурманска у них моя фотография лежала на всех каркасах то есть ну как бы человек который приходит специально как мне говорили что типа по хайповать ташу типа вот сделать контент на вот этих вот скандалах и тому подобное ну возможно части они правы потому что помимо того что я хотел обратить внимание на эту проблему да я естественно и выкладывал видеоролики таким образом получал популярность медилина полностью видео смотрел кратко посмотрел где вы заходите в этот суд и там где вы вставили так скажем юмористический калаш с нашими сотрудниками вот это хотел узнать а для чего это напомните какое видео чем там суть какое-то было видео где вы пытаетесь пройти сюда на заседание у нас не пускают у меня несколько таких видео было в чем в чем в чем калаш состоит в чем там суть в том что нашего сотрудника вырезали подписали ему разговорный облачки написали гав-гав а гав-гав да да смотрите вот я человек который преднамеренно провоцирую людей вкус я как бы этого не скрываю это у меня даже на аватарке написано все это понимаете чтобы любой человек он очень сильно манипулируем им легко манипулировать от вами легко манипулировать там работниками суда это сделать очень легко знаете как нужно вывести человека из равновесия я не умею не так я вам просто я просто вам объясняю что любой человек когда он теряет контроль над собой он делается управляемый и то что вот видите вы мою эмоциональность да я на самом деле человек эмоциональный я всегда все контролирую я могу скажем так искусственно сделать ему эмоциональность и то же время очень быстро скажем так прийти в ровное состояние спасибо вот и поэтому то что я делал да я целенаправленно провоцировал людей на то чтобы они раскрылись потому что когда кассиру на кассе отказывает и молчит мне нужно же получить от него результат на каком основании он отказывает кто его заставляет это делать чтоб она проболталась как это можно сделать только вы выведена эмоции и в результате эмоций она скажет что-то лишнее что и она ну в нормальные условиях бы не сказала она скажет кто допустим а и и заставляет и ты многие многие вещи которые найти человек когда управляет своими эмоциями он этого не скажет вот в этом сути заключается я же когда вот такие ролики делу до истили к сожалению нет не попадались люди которые думали что они крепкие орешки они думали ой что там за мама их ну-ка я сейчас приеду и разберусь а вот такой крепкий орешек там мордосов думал что он крепкий орешек очень много там особенно среди участковых думали что они крепкие орешки в итоге потом выглядели на видеороликах очень-очень скажем так стрёмно какие-то видео я даже потом продублировал выложил более того вот эти обиженные сотрудники полиции по-моему беляев и кто-то там еще ахун да вот даже подали на мне следственный комитет о том что ее там я их оскорбляю мне в сизо приезжали там объяснения брали там целую распечатку с видео сделали ну смешно оскорбление они нашли в слове мент эти я же когда сотрудниками полиции ну в этом нет оскорбить оскорблением юридического оскорбления человек может оскорбиться на все что угодно вот в и получается что естественно отказали возбуждение уголовного дела и тому подобное но они таким образом это еще отдельно эту историю потом раскручу соответственно я в следственном комитете возьму постановление об отмене об отказе возбуждение уголовного дела чтобы людям было это интересно короче смысл в том что люди силу своей безграмотности иногда себя становят ставят в такую красивую ситуацию что стыдно должно быть но среди работников полиции их очень мало но есть нормальные сотрудники которые понимаю все всю эту ситуацию они не держат на рак на рожон по крайней мере как говорится не закусывают не пытаются доказать обычному гражданину ну допустим не что он какой-то супер сотрудник полиции что он действует в рамках там законодательства что он там таким образом защищает мои права там ли какие-то права других граждан понимает он не глупый человек и он просто уходит от этой ситуации конфликтной ведь многие магазины очень легко разрешали эту конфликтную ситуацию я им даже подсказываю ребята но смотрите вы боитесь что вас оштрафуют хотя говорю что я при вас надену этот наморник если вы мне покажете хоть одно решение суда где наказали магазин за то что у покупателя нету маски понимаете не у продавца нет конечно нет я же говорю так я сейчас надену наморник возможно возможно они после этого распоряжения ну испугались прямо скажем и все смотрите смотрите я вам еще раз объясняю у меня есть видео видео где я прям говорю о том что пожалуйста я даже некоторым говорю что ребята не было вот знаете ключевое слово я слышал я слышал нет вы просто вы просто просто показывайте мне решение суда а наказать магазин за то что они обслужили покупателя как такого нет маски я одену наморник без проблем покажите не и не я слышал не я читал в интернете что кто хранится на наказание что где-то там не начнем с того что все решения судов они все на сайте публикуются вы можете мой приговор посмотреть все 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 время или они там всегда постоянно постоянно да да это система давно существует конечно не ну просто это очень хорошо удобно я даже если какие-то решения судов не получаю там я на сайт захожу раз читаю а вот буквально на днях мне должно было прийти решение от судей хуторцевой она мне не приходит и не приходит не приходит и не приходит я на сайт захожу висит решение суда я с ним ознакомлюсь делаю свою апелляционную жалобу приношу сюда отдаю параллельно ознакомлюсь с материалами дела и в материалах дела обнаруживаю а мне ничего не направлялось ну то есть как это так можно якобы об этом еще не говорил это еще отдельная история будет обычно управлять по почте да да не но обычно как есть соответствующие там заказным письмами это отправляется должен быть этот трек номер или как он называется и так далее как бы это все должно быть там если я не получил соответственно должен быть возврат из почтового уделения с отметкой том что как бы причина неполучения так далее а когда в деле этого ничего нет я конечно понимаю что он может появиться то есть на тот момент когда я это все фоткал этого ничего не было соответственно я могу сделать вывод что она и не появится если его не было это у нас это в полиции любят скажем так юридические значимые документы отправлять простыми письмами и там потом думает дошло не дошло пофиг суды слава богу еще так заказными письмами отправляют всегда можно установить было отправление либо не было а полиция прокуратура очень редко отправляет заказными письмами полиция так общенько на отправляет даже постановление об отказе в день уголовного дела кому подобное такой бардак называется они так таким образом деньги экономят вряд ли просто 99 процентов всех административных дел можно развалить по процессуальным основанием причем очень легко я могу вам даже этот лайфхак лайф как он называется лайфхак сказать в чем в чем суть заключается вот смотрите любое рассмотрение административного дела должно проводиться с участием лица которого обвиняют в совершении этого административного правонарушения если это происходит в отсутствии этого лица то данная скажем так она подлежит отмене безусловно отмене да вот и скажем так должностные лица которые рассматривают эти дела там полиция тому подобное они часто отправляют извещение рассмотрение административного дела не учитывая сроки необходимые для того чтобы их извещение получить а мы прекрасно знаем что скажем так извещение идет какое-то время плюс она на почте может целых 30 дней хранится да вот и предположим в отношении меня рассматривается какое-то административное дело да предположим я знаю что оно должно быть не направлено да я короче каким-то путем узнаю ну это может быть легко определено что в отношении меня из полиции поступило какое-то заказное письмо я не трудно догадаться что это как раз приглашение меня на рассмотрение административного дела конечно его получу только когда его получил ровно в тридцатый день нахождение почтового отделения почтовом отделение данного отправления и когда его получу искрой конверт я там обнаружу что то почему меня приглашали уже прошло все соответственно экономия таким образом время якобы экономия время они в итоге еще дальше затягивает потому что они не имеют права распарить они должны направить очередное извещение тоже они должны перенести а если они рассмотрят в отсутствие то соответственно тут просто заявляю что дело расходе на мое отсутствие и все это рушится сразу же эта тонкость казалось бы даже вот такие элементарные вещи а сроки скажем так давно по административным делам но общие сроки там ты три месяца есть который там полгода есть который вот нового они как правило нас граждан обычных не касаются просто я то допустим если хочу прийти я специально как бы иду на это чтобы снять очередной контент чтобы людям показать насколько сотрудники полиции неграмотны в составлении тех же самых протоколов очень много мне было на эту тему видео и в итоге что получилось что люди понимая но сотрудники полиции понимаю что я буду снимать данные видео они просто прекращали на отношении меня составлять какие-либо протоколы чтобы не позориться потому что они элементарно не могли рассмотреть мое ходатайство грамотно себя вести и так далее то есть получалось как бы с моей стороны углубление над сотрудниками полиции которые элементарно не знают то за что они получают денежное удовольствие это скажем так очень печально да были там несколько дел которые в отношении меня суд рассматривал по моему два дела октябрьский рынок суд рассматривал одно дело мы по масками виду мне вынесли замечание и одно дело пост вот это как раз от 1 августа там какой-то штраф не вынесли но это понятно потому что они должны были это дело довести биологического конца потому что она иначе там последствия для сотрудников полиции будут хотя там для многих будет последствия рано или поздно потому что одно из дел допустим не из магазина увезли двое суток продержали ивс потом привели сюда на рассмотрение административного дела а судья не помню фамилию вынесла определение вернуть протокол на исправление то есть отказалась от греха подальше рассматривать это это дело потому что прекрасно понимала как это все будет выставлено и тому подобное и в ничем не закончилось то есть я как человек правоспослушный обратного не доказано просидел в изоляторе несколько дней после чего пошел домой естественно это называется незаконное заключение под стражу или тому подобное уголовная статья почему сотрудник полиции не довел дело до логического конца и таких нюансов много просто сейчас есть более приоритетные дела это вот сначала было следователь кондратьева но на ее место попала судья белозерская поэтому сначала я разберусь судьи белозерской в плане разберусь в плане признания незаконности и ее действий то есть никаких там противоправных моментов машинника не конечно не будет все в рамках закона той же тряпкой по той же рожи скажем так потом естественно по приоритету мне стоит следователь кондратьева да она уже так стать сделала ласты ноги убежала она уже не работает семьи конечно я сам говорю что это хобби хобби люди не думайте что я от этого там как-то страдаю тому подобное жизнь наступает момент когда хочется уже полноценно отдаться семье с ней одно другому не мешает но смотрите есть люди которые ходят в города есть который прыгать с парашюта есть которые бухают каждый по-разному получает удовольствие да у меня такой скажем так психотип я получаю от этого какое-то удовольствие общение допустим с людьми которые пытаются что-то себя строить и в итоге у них не получается не доставляет какую-то скажем так наслаждение я вообще этим никогда не занимался я этим случайно начал заниматься получилось как когда вот вели такие вот ограничительные меры и из городов перестали выпускать граждан то есть требовали какие-то справки куда ты едешь там то есть поработать тому подобное у меня естественно все эти справки были то есть я как говорю что по области собирал биотехнические материалы вот но на местах всегда находится какой-то дурачок так называемые представители администрации надели на себя оранжевые жилетки и скажем так увидели в себе власть и скажем возможность у кого-то что-то требовать возможно вымогать денежные средства что вот этим человек подъезжает так это играет я вот хочу туда выехать играть на каком основании там тыры и пыры короче ну подстригательство дачи денег чтобы просто выпустили ну то есть но каждый пытается на своем месте как-то зарабатывать да вот ну я соответственно начал в ответ троллить просто потому что они себя вели настолько неграмотно то есть ну вот останавливают автомобиль до спрашивают вы куда едете ну туда еду куда я еду я не должен не перед тем отчитываться куда я еду это ну частная жизнь потом некоторые люди не читая нормативных документов начинаете быть а покажите вот этот документ а пока а есть ли вот это документ кучу глупых вопросов допустим я в оленьгорск заезжаю говорили туда к чему разговор был он была закончена вы проезжали я всегда приезжал нет дело в том что дело в том что игру всегда на мне не касается несутся смотрите все это всегда находится человек который идет на какой-то принцип да он не знает меня он не знает но с кем он связывается он не оценивает до своего скандала противника но при этом он думает что он потянет и кажется находит коса на камень и он начинает пытаться гнать линию понимаете у меня было в том что вот меня скажем так останавливают естественно все это фиксировал на видео останавливают говорит так и так вот типа прижмитесь туда сейчас типа будете разговаривать я давил по глазам и ехал за мной прыгали там в машины и меня догонят догоняли вот там пытались и побить это что там только и только не было но естественно ничего этого не получалось то есть я исходил из того что нужно чтобы они грамотно себя вели они все вели грамотно какая-то вне запись короче смысл в том нужно всегда быть людьми оставаться вот у меня сейчас я последние ролики начал выкладывать давнишние там это которая даже на первом канале сам не выкладывал про аэропорт про аэропорт когда я вот говорю что я объем материал отправлял в санкт-петербург почему-то только один человек нашелся я себе говорю который задался вопросом и отказался платить так называемый дань за проезд на территорию грузового терминала то есть сотрудники авиационной безопасности либо там охранники на кпп требовали бабки каким образом значит ты при выезде должен был показать квитанцию но о том что туда заехал и на обратной стороне квитанции должна быть отметочка штампик о том что кажется свидетельство если штампики значит и бабки заплатил то есть они напрямую бабки не брали это что понятно как бы кто что-то так будет то есть ты когда заезжал тебе говорили что вот 165 рублей заплати мы те ставим штампик и ты без проблем выезжаешь вот соответственно я не стал платить так закрылась то есть я какое-то время платил потому что конечном итоге это было не из моего кармана а из кармана моего контрагента но потом у меня возникла конфликтная ситуация нашелся так сказать человек который силу своей опять же безграмотности и желание показать значимость начал требовать у меня на кпп предъявите доверенность на получение груза ну другой человек может быть на моем месте бы показал эту доверенность если она у него есть ну либо как-то может быть услужливо ему ответил там ну там по головке погладила ему грубо ответил что вы кто чтобы я вам что-либо показывал я вам паспорт показал пропуск выписал и все на этом вот ну и начался конфликт этот конфликт длил длился примерно три года вот и как они там только не сгалялись и машину мою досматривали с пристрастием и заставляли мне груз из машины вытаскивали про протаскивать через этот металлоискатели и не выпускали из из этого шлагбаум не поднимали не впускали отчетом только не было это жесть это просто жесть писал заявление кучу заявлений в итоге течение трех лет мурыжение в итоге они все-таки вынуждены были отменить эти поборы но никакого уголовного дела никто не возбудил даже никто не возбудил я уверен что многие даже не знают по какой причине и благодаря кому а скажем так эти поборы были отменены то есть получается что защищая свои интересы я защитил интересы не плена округа лиц многие там говорят что типа вот и там правозащитник там там тот оттуда я говорю нет я не я не хороший человек не надо обо мне думать что этом какой-то хороший человек я защищаю свои интересы в том числе когда я прихожу в магазин до ошибочно полагать что я прихожу это в целях защитить интересы там тех людей которые не хотят этого поверьте очень многих людей устраивает та ситуация когда все четко и понятно сказали надеть намордник одел сказали снять снял у них нет своего мнения своего желания их все устраивает и вот их защищать это самое неблагодарное дело потому что конечном итоге ты же будешь перед ними виноват у меня были ситуации ко мне обращались людям с помощью с просьбой оказать юридические услуги там под минерстрики от буквально было такое дело мужчина с супругой посетили магазин окей и случайно мужчина разбил бутылку водки зацепил там как-то все соответственно с точки зрения законодательства если магазин не докажет умысел на то что он умышленно повредил имущество он не должен платить за эту бутылку но естественно кто же кто же так это если магазин окей не ценит своих клиентов они не ценят своих клиентов то есть покупателей они начали его прессовать требовать заплатить деньги за разбитую бутылку вот естественно но не он а его супруга обратилась опять же со слов его поверили ему что он я не не как раз в том то дело что я знал что верить никому не надо никогда никому не верю я всегда говорю мне нужно изучить материалы дела и и тому подобное потому что вопрос стоял не в этом я тогда еще женщине сказал что смотрите а его короче увезли в этот в отдел полиции это вызвали там полицию там все такое она мне рассказал ту ситуацию своей колокольню естественно вот но я и объясняю вот смотрите я вам могу помочь но самое интересное что я вам могу помочь что-то при условии если вы сами захотите более того она там уж хотеть сможет ли супруг на это как бы пойти я говорю что я вам говорю 200 процентов они его сломают и он подпишет все все бумаги которые ему скажут так и произошло то есть мы ходили в прокуратуру то есть там подняли на уши очень многих людей я даже по-моему аудиозапись выкладывал данного события и комментарии свои да на эту тему давал даже короче смысл в том они угрожая ему тем что он проведет ночь в ивс изоляторе именно содержание сказали ему чтобы он подписал но определенные там вещи и его привлекли за хулиганство то что он нецезурно выражался ну за пути по 500 рублей штрафа и он радостный и довольный пошел домой то есть и весь вот этот кипиш да он был скажем так бесполезен планет чего что если бы он захотел пойти до конца да я более уверен что он даже не просидел бы ночью вот никто не стал бы задерживать более того что мы всходили в прокуратуру уже в социальных сетях эта информация стала проскакивать более того я уверен на сто процентов прокуратура там позвонили сказали вы что там у вас нет никаких доказать ну то есть вот эту ситуацию все обрисовал что как бы не имеют права и нужно было вообще как-то обосновать вообще его задержание привод в полицию тому подобное то есть а статья вот это хулиганство мелкое хулиганство она предусматривает в том числе арест задерживать можно том числе до до суда ну короче смысл в том что 99 процентов людей не готовы защищать свои права и они этим никогда не будут заниматься вот я к ним не отношусь к этим людям я как-то лягушка который будет прыгать в бетоне с молоком пока не появится под ногами масло я потому что знаю что это очень действенный инструмент просто как вот как совет люди которые защищают себя их боятся трогать почему потому что всегда проще трогать тех кто себя не защищает то есть 90 процентов населения которые можно стричь и тому подобное зачем тратить скажем там 90 процентов своих усилий чтобы получить результат там от какого-то такого например человека как я да когда можно потратить 10 процентов и получить 90 процентов благо от других ну то есть нецелесообразно есть такая поговорка не тоже говно вонять не будет можно так сказать вот меня тронули на данный момент кто бы мне что думать может и что угодно я теперь вонять буду очень долго и благодаря моей настойчивости я сделаю так что белозерская сядет я никуда не спешу 5 лет понадобится на это значит будет 5 лет больше будет больше любом случае то статья уголовная которая в отношении нее на мой взгляд должна быть возбуждена является особо тяжким преступлением лишение свободу до 10 лет следователю там тоже тяжкая статья так вот по поводу второго эпизода первым эпизод рассказал да что просроченный творог там стоимостью 272 рубля это если он свежий при этом я сообщил в полицию я не скрывался я что вот не отказываю то есть умысла на хищение не было как бы там как-то богатиться тому подобное но это бред а второй эпизод в этот же день вечером я зашел магазин окей не магазин окей в ритуале магазине в моле супругой то есть раньше зашла я потом зашел там туалетную воду она выбирала и до этого мы делали покупки в других магазинах в том числе его возможность супруга делала покупки в окей и мое отсутствие вот когда я пришел в окей ну зашел в литуале то напротив касса окей вот она соответственно я взял не пакет с продуктами вот она ну там с ребенком продолжала выбирать там дальше свою туалетную воду чтобы дать мне понюхать а я как бы в это время решил снять вторую серию продолжение дневного события сказать пожалуйста как вообще с председателем суда можно пообщаться в этом году получится уже или нет это не получится а записываться как просто я хотел бы все-таки ознакомиться с материалами то сейчас нет никаких ограничений связи с этим коронавирусом то есть она принимает по личным вопросам ну знаете до сих пор есть товарищи которые не хотят работать с гражданами все порк вот например роспотребнадзор до сих пор не хочет работать принимать граждан то есть вас принимают правильно понимаю то есть думайте но не знаете так вот он доделал я захожу на сайт и вот этих вот организации то ли там старая информация висит то ли нет ну то есть до сих пор там висит что там типа в электронном виде обращайтесь там чуть-чуть все в таком духе не ну я хотел бы побеседовать конкретно с человеком под видеозапись председателем судам и думают очень интересно гражданам узнать каким образом суд осуществляет свою деятельность почему нет технической возможности ознакомить с аудиозаписями почему аудиозаписи не вшиваются в дело и можно их менять почему каждый раз раз на виде подоставляются аудиозаписи бы доверия нет суде потом допустим не хотелось бы участвовать качестве зрителя в каких-то делах даже не запрещено правильно вот не очень интересно посмотреть как ведет дела судья белозерская хочу согласовать с председателем видеосъемку данного процесса суди белозерской узнать о ней кое-какую информацию может быть у нее нет юридического образования оси есть узнать где она училась это может быть она хахали в адване судит люди не имеют юридического образования это мое предположение так как судя по поведению именно такой вопрос у меня возникает не подскажете как можно узнать эту информацию наш не секретная информация есть ли у судьи юридическое образование и миду не купленная настоящие чтобы сделать запрос проверить что действительности училась диплом защитила ухахалевых же тоже узнать так кто такая хахалева судья такая есть сейчас народе уже не судья выяснилось что не оказывается диплом купленный был из краснодарского края по моему оттуда она белозерск откуда с калининграда приехала сюда да не знаете со всеми на том есть такое ощущение что он там накурали сила приехал в мрунскую областью область гляди сейчас скорый отсюда уедет другой регион россии там ввести заказные дела где нужно признать заведомо невиновного человека виновным просто как-то на мне в деле так неожиданно появилась сначала судья гирич был потом раз тихо это белозерская откуда взялась кто такая почему поменяли судью непонятно судебное заседание открыл один судья гирич а продолжил другой судья причем это сделал в мое отсутствие вынес постановление объявить меня в розыск не пуская в зал судебного заседания вместо привода почему-то розыск странное не юридическое образование конечно так ответ можете какой-нибудь дать мне по поводу отсутствие технической возможности как он называется прослушать аудиозаписи понятно но вы же сказали что нет технической возможности лишь откуда эту информацию взяла но вы знаете как вам сосед сказал ли есть официальное распоряжение ну тогда пускай руководство даст нет ответ так я обратился письменно вы понимаете что любое обращение гражданина заканчивается письменным обращением вчера его вон он у вас лежит перед вами вы обратно возвращайтесь к нашему этим барану да и откуда могу знать чем я хочу ознакомиться я вот смотрю тут оказывается еще есть какие-то компакт-диски я не могу знать чем я хочу ознакомиться я написал заявление по образцу хочу ознакомиться с материалами делами с какими я уж вот сейчас в ходе и разберемся с какими вот дошел до компакт-дисков давайте ознакомимся откуда я могу знать и даже на что на этих компакт-дисках находится что делать будем то так компакт-диски то как будем лицезреть а кто имеет право они скрываются для того чтобы сделать либо копию либо их прослушать прослушать у нас нет технической возможности я вам сказал что возможно в новом году она будет решать не смотрите у меня есть определенные сроки на подачу к сонной жалобы я не могу как бы ждать когда у вас этот вопрос решится когда он там компьютеры подвезут там еще что-то так вы просто дайте мне бумажку этого достаточно будет все таки напит вот у меня сизо 1 написала что у нас нет технической возможности дал мне ответ по ферси в машах даме бумажку у нас нет технической возможности но нигде памяти нигде нету технической возможности мне ознакомиться с этими записями таки вы дайте да понятно что не ваша подпись будет вы там пройдет вот это уже хоть что-то потому что вы так себя изначально ведете как будто вообще не будете ничего передавать здесь изначально стоит резолюции вы пишете заявление об ознакомлении с делом да сделал с материалами скобочках делом смотрите это это форму так аудиозаписи это все фото видео заявление об ознакомлении с делом но не с аудиозапись кто считает щукина щукин то есть щукину нужно учить скажем инструкцию по делу производству в районном суде я попробую я попробую вот даже по этому вопросу с ним нужно пообщаться под видеозапись чтоб она вот это вот произнесла не через третьих лиц через работников аппарата суда а непосредственно знаете почему это говорю потому что я уверен что он такого никогда не скажет она вам устно сказала а потом она случае чего скажет я такого не говорила и крайне будет крайне будете вы потому что вы не так поняли потому что да мне знать и как бы будет фиолетово право вы не право мне нужен результат у вас стоит резолюция до белозерской в канцелярию это как там в исполнении я вчера к ней подходила с этим заявлением рассказал это заявление об ознакомление сделал пусть господи еще какие еще есть заявление об ознакомлении с аудиозапись 100 дебил зерцкая сказала а вы скачу белозерский подходили titi белозерска не подходили нет это подпись белозерское то Estate председатель или все посмотрим по ходу и там все таки белозерская подпись вчера посмотрим вот она да это белозерской подпись вот это не то же самое нет у них такие такие же подписи что ли дано то то же самое все мне говорите что вы мне говорите я знаю как подписываться где на вид одинаково ну как бы да ну ну не знаю не на меня есть письмо где председатель меня подписывала так что я еще не отфотка одности что продублирую после уже не помню какой страницы закончилась у меня так давайте сделаем как я на сейчас напишу что я ознакомился нос напишу я как вы просите сделал как вы хотите то есть для мне это не принципиально уже напишу не по оформе распишу со ссылками на нормы права большое письмо о необходимости меня ознакомить с аудиозаписями даже опишу ту ситуацию которую не хотите слушать я изучу в материалах дела потому что скорее всего тут таких материалов нету потому что мной писалось заявление в правоохранительные органы подложности у таких аудиозаписи не знают были они не были дома посмотрю отфоткать давайте я напишу а ручка есть так где можно писать тут да да давайте начинаем там истины что так давать он 30 до так давайте зачитаю чтобы зафиксировалась значит 30 12 22 года произвел фотофиксацию материалов дела кроме фотофиксации и прослушивание компакт дисков которые находятся в деле так как в этом мне было отказано под предлогом отсутствие технических средств для воспроизведения аудио и невозможности распечатать конверты для идентификации компакт дисков прошу предоставить письменный мотивированный ответ скобочках отказ за подписью председателя суда ольга владимировна до владимировна раз отчество услышали все что прочитал то есть я сделал проще я прям здесь прошу предоставить мне письменный мотивированный ответ скобочках отказ за подписью председателя суда и указал связи с чем не отказано ссылаясь на то что вы не сказали осуществляет технические возможности и невозможности распечатать конверты для идентификации компакт дисков спасибо большое так ручка ваша так все наступающим новым годом всего хорошего до свидания